В Ульяновской области помимо федеральной программы формирования комфортной городской среды действуют еще две. Формирование комфортной сельской среды и формирование комфортной среды ТОС. Все они приносят результаты и позволяют жителям решить проблемы, волновавшие уже давно. В настоящий момент у нас промежуточные итоги реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. Мы сейчас видим, что порядка 90% работ, которые были запланированы в этом году, завершены. Контрактование у нас 99% сейчас есть. Остались деньги от экономии, средств, которые на торговых процедурах, на торговых площадках организовались. И уже остаточные закуски сейчас ведутся. Программа беспрецедентная. Ее цель не только сделать мир вокруг нас красивее и удобнее. Основной смысл выстроить диалог. Научить народ доверять власти, а власть народу. Голосуя за дизайнерские проекты, оккультуривание заброшенных парков, люди учились ответственности за свои решения. Потом, когда началось строительство, именно люди стали контролерами и главными приемщиками работ. Были и те, кто уже умел именно так вести дела. Но даже они не верили. ТОСы не верили, что такая программа будет. Они не ожидали, потому что действительно было ожидание, что выделили деньги, средства. Наверное, не думали, что в таких объемах. Потому что действительно выделены большие деньги. 52 миллиона рублей. Это 34 миллиона на область. И 18 на город Ульяновск. Отдать деньги людям на реализацию их проектов, на решение их пространственных проблем, решиться на это сложно. На самом деле, деньги огромные, бюджетные, ответственность немалая. Смогут ли простые жители справиться с ней? Надо отдать должное, власти решились. И люди оправдали надежды, поэтому программа продолжает работать. Для нас это тоже такой вопрос перестройки именно реализации проекта с точки зрения его качества, с точки зрения подходов к реализации проектов. Потому что мы все-таки понимаем, что это не рядовое благоустройство, что это не лавочки, бордюры и асфальт, или там простая плитка. Мы хотим качественно изменить среду, поэтому нам нужны новые, прогрессивные, современные, очень красивые архитектурные решения. По словам Светланы Колесовой, практически все объекты будут завершены до 1 декабря. Главным достижением реализации первой части проекта она считает выстроенный диалог между всеми уровнями властей в регионе и простыми гражданами. Благоустройство – общее дело. И решать то, что нужно сделать, должны непосредственные пользователи, жители сел и городов региона. Привести в нормативное состояние, а потом сделать уникально красивым мир вокруг нас. Как бы высокопарно и несбыточно это ни звучало, участники программы, жители и власть уверены – так и будет. Павел Половов, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.